Всем привет еще раз. Мы уже начинаем. Меня зовут Чуксей Ивановна. Я шеф-редактор проекта «Работа.ру» группы компании РДВ-Медиа. Собственно, наш зал посвящен секции карьерных консультаций. Сейчас у каждого будет возможность задать вопрос нашим экспертам, посоветоваться по выбору профессии, по поиску первой работы, по выбору вообще перспективных направлений для обучения. Для начала я представлю наших экспертов. Вера Гаврилова, Вера создатель проекта «Карьер for Women». Можешь стать. Карьерный консультант с большим опытом. Всем здравствуйте. Мне кажется, что немножко плоховато слышно, нет? Шумно. Попробуй говорить совсем близко. Вот так. Здравствуйте, так слышно? Вот там кто сзади сидит, да? Хорошо, спасибо. Второй наш эксперт – это Денис Рощин, партнер кадровой компании «Триолит Экзэксетев», а также руководитель программы подготовки карьерных консультантов в высшей школе экономики. Всем добрый день. Наш формат – это консультация, поэтому копите вопросы, будем отвечать. Светлана Олифер, с удовольствием представляю, стану даже к ней поближе. Карьерный консультант, партнер Human Touch. Доброе утро, добро пожаловать. Здорово, что вы субботний день решили потратить с пользой. И Анна Брегвадзе, тоже карьерный консультант, эксперта в области IT, банки и финансы. Да, доброе утро. Так, я накидаю краткую повестку. Обратно, да, присаживаемся. Приглашайте сесть. Первая наша секция, она посвящена выбору профессии. И по наблюдениям работы.ру средний человек меняет за жизнь свою специальность где-то три раза. Сегодня поэтому хочется поговорить о том, что является ли диплом, который вы получите, единственным вашим входом в профессию. и поговорить о том, насколько вообще широко сегодня можно применять образование. Почему получается так, что многие люди с дипломом переводчиков, мы их видим потом, что они возглавляют финансовые компании, банки и так далее. Как устраиваются люди работать не по профессии. И вообще хорошо ли, что люди работают не по профессии и что меняют одну сферу на другую в течение жизни. Поэтому у меня, наверное, вопрос к нашим участникам. Было бы интересно на пять минут услышать мнение каждого. То есть, какое у вас первое образование, кем вы работали в жизни и считаете ли вы, что сделали правильный выбор вашего образования. Сейчас я, может быть, дверь закрою. Кто хочет начать, как в школе? Давайте я начну. Анна сказала про то, что образование, по сути, это та дверь, которую вы открываете в свою большую жизнь. И, на самом деле, из этой двери есть очень-очень много разных путей, куда вы дальше пойдете. Ну, вариантов несколько. Вы можете пойти работать в соответствии с тем образованием, которое вы получили. Вы можете освоить новую профессию. И вы можете выбрать путь постоянного обучения и совершенствования. На самом деле, я сегодня хотела бы поговорить про то, чтобы еще до момента выбора образования вы осознанно подумали, что вы любите и что вы умеете делать. К сожалению, мы видим, что очень много сейчас специалистов на рынке, которым пришлось преодолевать такой трудный путь, когда было получено не совсем профильное образование. Могу сказать про себя. Да, мое образование первое – это педагог. И при этом я совершенно вообще всю свою сознательную жизнь и карьеру строю в области HR. То есть, если бы на тот момент выбора образования я бы, соответственно, выбрала сферу HR, многие, я уверена, успехи пришли бы ко мне гораздо быстрее. Поэтому здорово, что вы сейчас, сегодня находитесь здесь, чтобы посмотреть, какие у вас есть возможности и прислушаться внутри себя, а чего же вы хотите. Ничего хотят ваши родители, а чего хотите именно вы. Спасибо. Я, наверное, продолжу говорить то, о чем говорила Светлана. Так слышно? Хорошо? Нет? Я, наверное, так привстану чуть-чуть, вот тут присяду, потому что очень сложно говорить, когда не видишь аудиторию. По поводу вообще карьеры и выбора изначально. Достаточно большая проблема стоит, и много людей обращаются по поводу профориентирования. То есть, когда вы учитесь в школе, у некоторых понятно, что там хорошо дается, я не знаю, математика, физика. Кто-то успешен вообще во всем, во всех предметах. И дальше уже куда поступать – это достаточно большой вопрос. Как правильно сказала Света, да, отлично, если вы изначально уже знаете, к чему у вас душа лежит, в какой профессии вы можете видеть себя в дальнейшем. Но не у всех складывается именно таким образом. То, что было со мной, моя история, да, вообще у меня такая, можно сказать, карьера зигзаг в чем-то была. То есть, изначально у меня образование, первое образование в сфере туризма, дальше управленческое образование. Я работала достаточно много в продажах. Я работаю последние 7 лет, наверное, в ИЧАре. И, соответственно, вот этот такой непростой путь, было сложно определиться, куда я хочу дальше. Потому что, когда я закончила вуз, я поняла, что я не хочу работать в сфере туризма. Но когда я поступала, у меня горели глаза, и я думала, что путешествие – это то, с чем я хочу связать свою жизнь. Но оказалось, что одно дело путешествия, а совсем другое дело работать в этой сфере. Вот, поэтому я считаю, что, во-первых, важно пробовать, а во-вторых, перед тем, как совершить какой-то шаг, все-таки постараться определиться. И отлично, что вы пришли сюда, и у вас есть возможность напрямую задать те вопросы, которые вас волнуют. Потому что хорошо знать мнение, свое мнение друзей, мнение семьи, но и отлично, когда есть возможность пообщаться с экспертами. Спасибо. Добрый день еще раз. Ну, давайте я начну с того, что у вас выбор и между техническими направлениями и гуманитарными, ну, если такие общие выборы. И сейчас тренд говорит о том, что будут счастливы те, кто войдет в IT, в технологии, потому что все будет связано с диджитал. Слышали такое мнение? Поднимите руки. Да, да. Вот, и что делать гуманитариям? Ну, я в защиту гуманитария скажу, я сам гуманитарий. Я психолог по образованию, сейчас карьерный коуч-консультант и вот руководитель подготовки карьерных коуч-консультантов. И я какой-то год назад увидел рейтинг, ну, самых влиятельных людей в диджитал, в IT, в Марк Цукерберг, да, в Майкрософт, там, Билл Гейтс, так далее. И если посмотреть их образование, то у них образование, там, у больше половины это гуманитарии. Основатель Фейсбука, кто по образованию, кто может сказать? По базовому образованию кто? Вообще-то он на психолога пошел учиться сначала. Вот, поэтому я говорю, что можно быть счастливым и успешным и гуманитарием, и это не так страшно. Вот, какие я хотел бы обозначить тезисы? Профессии будущего, они будут стыковые, интегративные. Это не значит, что вы пошли в технологию и там останетесь. Сейчас технологии смыкаются с гуманитарными специальностями, нейромаркетинг, нейроэкономика и так далее, финтехи и так далее. Все будет стыково. Поэтому, если вы сейчас пойдете поучиться на одну профессию, в будущем вы по-любому будете доучиваться. Поэтому не переживайте, просто есть страх, как бы угадать с нужной профессией. Следующее это то, что профессию вы будете менять, футурологи говорят, раз 10. У нас будет долгая-долгая жизнь и 5-10 профессий вы точно поменяете. Хотел бы еще раз такую вещь сказать, что вы пришли, кто-то пришел один, кто-то пришел со своим родителем, и выбор профессии – это дело семейное. Тут как бы два заказчика – вы, подростки, юноши, девушки, и ваши родители, они вам помогают это сделать. Поэтому хорошо бы объединить ваши усилия и друг другу не мешать, а друг другу помогать. Вот такой тезис. Спасибо. Хочу пообщаться немножко с аудиторией. Скажите, пожалуйста, поднимите руки сейчас, кто доволен выбранным образованием? И все? Вы в школе все учитесь? Это 10-11 класс? Это школьники у нас сидят? То есть вам как раз сейчас выбирать образование, да? А есть у кого-то страх в зале, что он выберет и выберет неправильно, не то? Ну, могу вам сказать, что есть основания в жизни, что это действительно может оказаться не то, потому что мое первое образование было очень неудачным. Первое образование у меня юридическое, где-то к третьему курсу я поняла, что это вообще не то образование, которое я хочу дальше в жизни продолжать, продвигать, реализовывать. Поэтому я могу сказать, что, ребята, наверное, смиряйтесь с тем, что пока вы молоды, вы будете ошибаться, и придется пробовать, потом ошибаться, потом заново вставать и опять что-то пробовать, потому что, в общем-то, это нормально. И мое первое образование, оно просто научило меня определенному образу мышления, определенному опыту общения с информацией, определенному опыту общения с людьми. И, собственно, затем я благополучно, точно приняла решение, что я никогда не буду работать юристом. И спокойно пошла, получила второе образование в области управления персоналом и стала работать как раз тем самым сначала рекрутером, подборщиком, а потом карьерным консультантом. И последние 10 лет, в общем-то, я нахожусь в той профессии, которая меня очень нравится, устраивает и приносит мне большое удовлетворение и доход. Поэтому мне кажется, что очень важно в карьере просто позволить себе эту ошибку, понять, что не всегда человек готов и удается сделать тот самый эффективный выбор образования, поэтому нужно к этому относиться как к этапу. Вот вы поучились в школе, а теперь у вас есть возможность поучиться в институте, в университете, посмотреть на себя, посмотреть на тех людей, которые вас окружают. Если вдруг из этого что-то получится, вырастите, это тоже нормально. А если не получится, то не расстраивайтесь, найдете что-то еще просто попозже. Спасибо. Теперь, собственно, у нас пришла пора задавать вопросы. Если у кого-то созрел вопрос по выбору специальности, по выбору направления, если вы не уверены, что сейчас вы на правильном направлении, пожалуйста, задавайте вопросы нашим консультантам. У нас есть девушка, которая подойдет с микрофоном. Поднимайте руки. Здравствуйте. Я студент третьего курса Московского энергетического института. Я учусь на специальности бизнес-информатика. И сейчас передо мной стоит выбор, куда и кем идти на работу. И я не знаю, так как специальности у меня что-то между экономикой, что-то между информатикой. Я не знаю, не могу определиться никак в выборе. Хотела бы спросить у вас совета. Я немножко не верю о том, что у вас нет. То есть какие-то гипотезы есть, правильно? Какая-то гипотеза есть? Гипотезы уже есть. А можете поделиться? Да, можно либо бизнес-информатиком, бизнес-аналитиком, либо что-то, тестировщик, что-то такое. То есть уже гипотезы есть, но есть мнение, что что-то здесь будет не удовлетворять, да? Да, но просто пока что на начальном этапе мне сложно браться за такие специальности. А что вы хотели бы получить в качестве, не знаю, совета? Потому что это вопрос такой очень сложный, на него иногда несколько сессий уходит. То есть где мне быть счастливым, какую мне профессию выбрать? За один ответ я вам не скажу, да? А вот не знаю, какую помощь хотелось бы получить? В том, какие мне вакансии искать. То есть какие специальности, может быть. Просто вот сейчас передо мной стоит выбор, выбор практики, выбор места работы. Я не знаю просто, что искать. Конкретно, что искать. Смотрите, уже есть выбор каких-то вакансий, каких-то профессий, видов деятельности, правильно? Но пока совет, всегда нужно идти в самые лучшие компании, потому что самые лучшие компании аккумулируют самые лучшие умы, самых лучших профессионалов, у которых стоит учиться. Поэтому первый выбор работы – это в самые лучшие компании. В самые лучшие компании проводят тренинги, помогают определиться. У них есть ротационные программы, когда человек приходит на там бигдату или куда-то еще в технической, а потом он может перемещаться и в маркетинг, и в логистику, и там где-то себя тестировать, свои возможности. Поэтому пока предварительный совет. То есть у вас есть какие-то ориентированные. Просто выбрать лучшие компании и уже подумать, как в эти лучшие компании попадать. Через стажировки, через ярмарки, вакансии и так далее. То есть там очень много вариантов. Просто нужно подумать и определить сначала вот этот список самых лучших работодателей. Но это мой совет. Спасибо. Я хотела бы добавить по поводу тестировщика и бизнес-аналитика. Абсолютно согласна. Действительно у крупных компаний, особенно в сфере IT, им всегда нужны люди. Тестировщик и бизнес-аналитик – это отличные профессии. И такие люди нужны. В том числе я работаю с подобными вакансиями. То есть нужны тестировщики. Не могу сказать, что их очень много. Так же, как и бизнес-аналитиков. Вот на этом этапе, пока есть время и пока там глаза горят, вы уже пробовали заниматься тестированием? Нет. Пробовали заниматься бизнес-анализом? Ну, то есть вы имеете в виду работать? Я имею в виду, ну вот, либо брать какие-то проекты небольшие, ну, просто попробовать что-то протестировать, протестировать сайт, например, какой-то. Ну, так просто, чисто для себя. Соответственно, то, что касается бизнес-анализа. Вы, наверное, какие-то вот работы в рамках обучения в УЗИ, да, делаете по бизнес-анализу? Курсовые, да. Ну, смотрите, вот мой бы был такой совет. Попробуйте заняться, попробуйте для себя что-то протестировать, почитайте. Есть огромное количество информации в интернете, как делать тест-кейсы, тест-планы. Насколько вам вообще это интересно? Попробуйте записаться. Есть на Курсере, но все, наверное, знают такой ресурс. Знаете, ребята, ресурскурсера.ру? Нет, не знаете. Но на этом ресурсе огромное количество обучающих курсов. Они абсолютно бесплатные. Можно проходить, смотреть видео, проходить задания. И там есть кураторы, которые смотрят, качественно вы это делаете или нет. И, соответственно, диплом вы потом получаете после того, как прошли вот эти вот все записи по курсу и написали такую небольшую дипломную работу. Прежде чем полностью идти и выбирать, устраиваться на какой-то долгосрочной перспективе в компанию, попробуйте. Попробуйте вот пойти на курсы на стажировку и на тестировщика, и на бизнес-аналитика. Потому что это все-таки немножко две разные профессии. И не могу сказать, что качественных специалистов и в той, и в другой области их много. Но есть особенности. Поэтому прежде чем так выбирать навсегда, попробуйте выбрать на какой-то долгосрочную, на краткосрочную перспективу и попробуйте руками это пощупать, насколько вам понравится. Потому что, может быть, вы начнете заниматься тестированием, поймете, что нет, это слишком скучно, и это не для меня. Спасибо. А мне хочется дать вам комментарий. Как вас зовут? Виктория. Виктория. Вот посмотрите, кстати, очень интересная ситуация. Кейсы у Виктории очень интересные. Обратите внимание, когда у нас нет опыта, мы пытаемся составить список специальностей, где мы можем себя попробовать. И вот сейчас у вас есть две конкретные специальности, бизнес-аналитика, тестировщик. Но вам мало. Вам хочется, чтобы этот список был побольше. Например, 5-6. Правильно я понимаю, да? И вы как раз у Дениса спрашиваете там, а куда еще можно пойти? А Денис вам предлагает стратегию пойти к работодателю. Значит, я могу сказать, что очень часто молодой человек, по моим наблюдениям, делает эту одну и ту же ошибку. Он пытается, мы пытаемся выбрать, когда у нас нет опыта, тем, что увеличиваем количество список в списке тех профессий, о которых мы пытаемся размышлять одновременно. Но это, кстати, невыгодная стратегия для нас. Это означает, что мы смотрим не просто перекресток из трех дорог, а мы начинаем смотреть перекресток из 12 альтернатив. Голова абсолютно взрывается, а толку никакого не происходит. Поэтому на самом деле я согласна вот с этой историей, которую предлагает вам Аня. Что это означает? Чем больше у вас будет реального опыта, функционального, где вы начнете что-то делать руками, тем проще и качественнее вы начнете этим списком специальностей управлять. То есть на самом деле, правда, карьерного осознавания наступит у вас на какой стадии? Вы послушаете Дениса, пойдете в какую-то крутую компанию, попробуете там поработать тестировщицей. Это, кстати, очень классная позиция для девчонок. Девчонки в этой позиции всегда востребованы, достигают очень больших результатов в IT-сфере. И только после того, как у вас появится реальный практический опыт, у вас появится список из четырех, например, специальностей, которые на следующем этапе вас будут привлекать. На разном этапе нашей зрелости нужно делать разную карьерную работу. Поэтому на вашем этапе, мне кажется, мы все втроем и вчетвером рекомендуем вам сделать самую главную работу, получить реальный функциональный опыт работы руками. И когда вы руками и своей собственной спиной, шкурой прочувствуете эту работу в IT-отрасли, то тогда представление о том, что вам нужно, кардинально изменится. И тогда вот этот список специальностей, куда вы хотите на самом деле попасть, он может на 180 градусов поменяться. Поэтому сейчас его не увеличивайте, а идите работайте, и потом думайте над этим списком. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Павел. Я учусь в 11 классе в городе Саратове. Поближе возьми микрофон. Вот у меня такой созрел вопрос. То есть сейчас много возможностей жизнь дает для дальнейшего развития. И один из них — это высшее образование. Но вот сейчас много слов сказали об этом. И мне вот хотелось бы спросить, может быть, для начала, чтобы начать развивать свою жизнь, может быть, стоит сначала приобрести какого-то опыта, а только после этого идти уже обучаться чему-то более углубленно и профессионально. Или вообще в армию сходить на годок. Для смелых. Понимаешь, ты сейчас на самом деле родительский вызов нам кидаешь. У нас же у всех есть дети. И дети сидят в зале, и есть родители. И вот сейчас ты нас просто на провокацию вызываешь. Хочется ответить правду, а хочется ответить эксперты. Вы знаете, я вот мама, у нас с ним спорят. Вот понимаете, отцы и дети буквально. То есть я своим опытом говорю, что нужно получать образование, а потом пробовать себя в разных сферах, исходя из своего практического опыта. Но вот он считает совершенно по-другому. И мы вот сюда приехали, дабы, может быть, вы помогли нам решить эту дилемму. Ну вот, например, 5 лет тому назад я бы ответила на этот вопрос одним образом. Поскольку я мама двоих сыновей, я, конечно, передаю своим коллегам микрофон, чтобы они ответили на эту провокацию. Ну, что я отвечу, что я бы посоветовал все-таки поступать в какой-то вуз. И что мешает, обучаясь в вузе, пробовать себя, не знаю, потом брать академический отпуск и так далее. Смотрите, если не пойдете в вуз, да, то есть какие варианты, да? Какие варианты? Армия. Армия. Ну, тогда нужно у себя спросить, это мой выбор? Нет. Если это выбора нет, тогда точно нужно сконцентрироваться на выборе какой-то профессии будущего факультета образования, да? Ну, тут уже начинается уже поиск того, что хочется. Сложно все спрогнозировать, как это будет. Кто-то говорит, не надо тратить ни года, всегда нужно быстро-быстро, потому что темпы жизни очень высокие и можно опоздать, да? Но не всегда так. Иногда кто-то очень торопится, а потом в какой-то период жизни зависает и уходит в дауншифтинг на 2-3 года, да? И те, кто, может быть, в начале тормозил, он его опережает. Поэтому тут очень сложно такой сказать совет, но я пока к тому, что армия, если не выбор, ну, выбирайте будущую профессию, поступайте в ВУЗ. Пока так. Я как бы понимаю, что в любом случае знание мне понадобится в какой-либо сфере, если я уже точно выберу, да, что это мое, это для меня. Но вот именно для начального этапа стоит ли вот так? Мне кажется, здесь еще очень важно осознавать такой момент. Есть такое понятие, как инфраструктура, среда. И у нас в России есть определенный менталитет к образованию и определенное общественное отношение к тому, поступает человек в институт или не поступает. И в этом смысле, если говорить о европейской культуре, то да, там совершенно другая история. И там как раз после этой системы колледж обучения, да, вот то, что раньше называлось нашим профессиональным техническим училищем, в общем-то, люди довольно часто берут перерыв в обучении и получают практически функциональный опыт на работе. И хочется сделать то же самое в России, но пока этого не произошло. И сейчас школьник, который абитуриент, который не поступил в институт, все-таки является по сути для нашего сознания, сознания успешных людей, маргиналом. И здесь очень важно тебе определиться, к какой модели ты хочешь себя отнести. Потому что можно отнести себя к модели успешного человека, поступить в любой вуз, который ты выберешь, и принять этот мужской вызов и мужской челлендж, а потом уже бросить то образование, которое тебе не нравится. Или перевестись, потому что довольно много есть, у меня опыт клиентов, которые приходят на втором, на третьем курсе и говорят, мне не нравится обучение, которое я выбрал. И я говорю, пожалуйста, вперед, переводись. У тебя есть все возможности взять на себя ответственность и растить ту историю, которая тебе нравится. Если ты не поступаешь и ты выбираешь другую историю, то у тебя будет совершенно другая среда. Потому что статистически тех людей, которые не поступили и выбирают ту модель, которую ты хочешь построить и присоединиться, в принципе, я даже сейчас не могу назвать, где место их обитания, где эти успешные люди, которые живут по другой модели, встречаются. И получается, что ты останешься без среды института, который на самом деле все-таки дает нам друзей. У меня очень много с института друзей. Дает нам какое-то совершенно другое видение жизни. Дает нам определенный круг времяпрепровождения. Потому что там все время много тусовок, много всяких разных взаимодействий интересных. И в этом смысле очень точно нужно понять, что это не просто про выбор образования сейчас. Это еще выбор про того образа жизни, который ты будешь потом вести. Да, я понимаю, что высшее образование – это в некоторой степени такой нетворкинг, который я могу там познакомиться. Да, поэтому можно, конечно, представить себе это на бытовом уровне. Вот ты не поступаешь, работодатель все время будет открывать глаза, пытаясь понять, кто ты такой на собеседовании. Почему ты не поступил? Этот вопрос тебя будет просто преследовать на всех собеседованиях. Все будут пытаться понять, что ты на самом деле делаешь в своей жизни. И получается, что ты остаешься сидеть дома и ходить на собеседование. На самом деле это не самый приятный способ жить. Не для вообще человека, потому что это довольно стрессово. И мне кажется, что если ты не готов брать прям такие серьезные вызовы в той профессии, например, если бы ты не знал про себя, что ты точно человек, который хочет работать с артом, или человек, который там хочет работать с компьютером и изобретать новый Facebook, да, как социальную сеть. Если у тебя функционально эти дни не заняты тем, что ты уже выбрал, и получается, что на самом деле ты сидишь, ничего не делаешь. Ты немножко тоскуешь в этой истории. Поэтому мне кажется, что нужно поступать просто для того, чтобы потом сделать более осознанный шаг. И мне кажется, что не нужно бояться переделывать что-то. Нужно разрешать себе давать право на ошибку. Вот прям так фундаментально, как мы любим выбирать, одна любовь на всю жизнь. В профессии можно, слава богу, этого не делать. В браке мы обязаны это делать, а в жизни, в профессии мы абсолютно свободны, можно по 150 раз все переделывать. Поэтому выбирай, потом переделаешь. Спасибо. Я хотела бы еще добавить про то, что когда вы будете принимать это решение для себя, если подумать про этот отрезок времени, в случае, когда ты мальчик, у тебя вариант один, это армия или вуз. Тут, наверное, для многих выбор очевиден. А если мы говорим, когда в этой ситуации оказывается девочка, и в принципе действительно есть альтернатива поступить или подождать, вот в это время подождать, я бы советовала перед принятием решения составить четкий, конкретный план. Во-первых, сколько времени вы себе даете на это подождать? Потому что Вера тут мрачную такую картинку нарисовала. Я ее утрировала, конечно. Это действительно так. Когда вы придете искать работу, и работодатель увидит, что у вас нет образования, это сильно вам усложнит карьерный путь. Это мы когда говорим про наемную историю, когда мы говорим про ваш собственный бизнес, но здесь вы будете сами принимать решение. Так вот, возвращаясь к этому плану, очень четко продумайте и поставьте себе задачи, как можно более конкретные, что в течение этого года вы будете делать, к какому результату вы должны прийти. Это сложно, потому что у вас может не хватить знаний, не хватить мотивации это сделать, но тем не менее, когда вы это решение будете принимать, ВУЗ вам задаст некие рамки. Если вы готовы эти рамки задавать себе сами на какой-то период и ставить задачи, четко к ним идти, это тоже может быть альтернативой. Спасибо. Света, а ты своему сыночку разрешишь взять год между школой и институтом? Слушай, мне кажется, для меня вообще такой вопрос образования сейчас открытый, и я как раз очень думаю про то, чтобы не отдавать его в принципе в систему образования. В нашу российскую, да? Во-первых, с точки зрения школы, существующую школьную систему образования, а во-вторых, что касается ВУЗа, это действительно будет выбор, потому что я тут с Денисом соглашусь, мне кажется, что наше будущее за профессиями на стыке, когда ты не просто гуманитарий или технарь после выпуска, а когда ты специалист, который умеет делать продукт, продукт мысли, продукт инженерный какой-то, и он будет в себе сочетать. Поэтому я очень надеюсь, что к тому моменту мы сможем реализовать эту стратегию. Спасибо. У меня тоже есть что добавить по поводу ВУЗа. Допустим, если ты там принимаешь решение о том, чтобы поступить, на самом деле вот там проходит 5 или 6 лет, которые можно провести абсолютно по-разному. Я много достаточно общаюсь со студентами, которые ищут свою первую работу. Это те ребята, которые закончили ВУЗ, и они вышли на рынок труда и ждут, что сейчас им посыпется предложение на 100 тысяч рублей вообще отовсюду. Этого не происходит, они находятся в ужасном состоянии фрустрации, потому что они вообще не понимают. Мир разрушился. Все то, что им говорили в ВУЗе на протяжении 5-6 лет, о том, что ребята, вы молодцы, сейчас вы выйдете, вы будете суперспециалистами, к сожалению, это не соответствует реальности. Если у вас нет вообще, в принципе, диплома, это абсолютно не дает вам никакой гарантии о том, что сразу же вы там устроитесь первый месяц на работу. Я уж не говорю там о неделе или какой-то более краткосрочный период. Поэтому очень с большим вниманием отнеситесь к тому, как вы проводите эти 5-6 лет своей жизни, если вы приняли решение поступать. У меня много примеров. Есть ребят, которые ничего не делали, ну как условно ничего, то есть занимались только обучением и тусовками на протяжении вот этого всего времени обучения. И они как раз выходят… Денис правильно сказал о том, что сейчас очень большая динамика, все меняется. И когда вы поступаете сейчас в ВУЗ на какую-то специализацию, и она вот прямо сейчас востребована, и так 10 лет, 10 поколений жили там, я не знаю, все были бухгалтерами, и я пойду бухгалтером, потому что всегда был кусок хлеба, да? Вы выпускаетесь через 5 лет, а бухгалтер, я не знаю, на подсчет зарплаты больше не нужен, потому что все делает машина. Никакой стабильности. Никакой стабильности, абсолютно. Если вы в то время, пока вы учитесь в ВУЗе, начинаете активно проявляться, активно участвовать в каких-то проектах, которые вам предлагает ваш ВУЗ, если они есть, активно начинаете пробовать, участвуете, ну, учитесь еще дополнительно той профессии, в которой вы учитесь в ВУЗе, пробуйте себя на различных стажировках, пробуйте себя в качестве волонтера на интересных проектах. Тогда, когда вы выпускаетесь из ВУЗа, и вы готовы работать полную ставку, вы приходите с нормальным резюме, у вас есть уже опыт, и работодатель смотрит на это и понимает, отлично, это серьезный парень или девушка, который уже понимает, что такое ответственность, и они готовы работать. У вас тогда гораздо больше, больше вероятности вам сделают предложение, потому что у вас уже есть какой-то определенный опыт, и вы уже себя как личность структурировали. А по поводу высшего образования, в принципе, поступать или не поступать, я считаю, что поступать нужно, потому что это рамки определенные, это среда и определенная структура мышления, которая без высшего образования, к сожалению, самому себя так структурировать гораздо сложнее. Но подходить тоже нужно правильно, то есть нет задачи просто как бы договориться и получить там все зачеты. Вот, в таком формате. Спасибо. Я еще всегда добавляю такую забавную статистику нашего сайта, что 90% работодателей не смотрят на образование, которое получил соискатель, но при этом всего 2% вакансий не подразумевают высшего образования. Так что определяетесь. Кто еще хотел задать вопрос? Девушка. Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и я являюсь ученицей 10 класса с филологическим направлением, правильно? И я хотела бы задать такой вопрос, какие направления в сфере филологии я могу сейчас подобрать для себя. Ну, чтобы вы понимали, я, естественно, смотрела эту область профессии, я понимаю, что учитель, но также я понимаю, что зарабатывать прилично учителем я смогу после 30, когда у меня появится определенный опыт работы. И чем я могу заниматься с 22 лет до 30, как зарабатывать, если, возможно, меня не возьмут редактировать газеты или всем известный журнал «Элли» или «Элли Гелл», и чем я смогу зарабатывать. И также я хотела бы спросить, допустим, вы сказали, что я имею право на ошибку, но если я буду ошибаться и учиться в ВУЗе, который мне не нравится 3 года, я потеряю и знание, и время. То есть, получается, я должна буду выбрать правильный ВУЗ. Или, допустим, вы сказали, что вы являетесь гуманитарием, но у вас психологическое образование, как я поняла. Я не считаю, что это гуманитарий. Я считаю, что какая-то область биологии тоже присутствует, так как это все же психология. Но поскольку у меня явно гуманитарное направление литературы, языки английский и немецкий, то какую профессию я могла бы выбрать? В ваших словах такой заряд, скажем так, энергии, да? То есть, ответьте, что мне выбрать? Ну, этот вопрос вы, конечно, должны задать самой себе. Но профессий достаточно много, и профессий с каждым годом появляется еще больше и больше. Только я здесь не могу понять. То есть вы говорите, что если я выберу преподавательскую, то я могу зарабатывать хорошо только 30 годам. А о чем основан такой вывод? То есть, давайте так, есть ли люди в 26 лет, которые зарабатывают на преподавательской, тренерской и любой деятельности очень хорошие деньги? Как вы думаете, есть такие люди? Безусловно, есть такие преподаватели, но данные преподаватели являются преподавателями начальных классов. А я хотела бы стать преподавателем профильных классов, 10-й, 11-й. Ну, я к тому, что люди и в 25 лет могут выйти на очень хорошие заработки. То есть, я уже хочу поспорить с вашим убеждением, что только в 30 лет вас ждет что-то такое интересное, да? То есть, это можно и раньше быть. Ваш вопрос больше к Канне Чуксеевой, она представитель вашей профессии, да? Сможете ответить, какое многообразие может быть профессий, в которых можно быть успешным? Давайте попробуем. Во-первых, вы отметили, что у вас есть прекрасные языки. Языки — это просто бездонное поле для заработка уже. То есть, вы можете реализовываться в школе как педагог, при этом заниматься репетиторством, и педагоги, которые успешно готовят своих учеников к ЕГЭ, к поступлению в ВУЗы, они всегда хорошо оплачиваются. Языки — это переводы. Переводами вы можете начинать подрабатывать. У меня есть примеры с 10, а то и с 7 класса. У меня есть пример девушки, которая училась со мной в школе, она начала зарабатывать с 7 класса репетиторством английским языком. Далее, что можно посоветовать? То есть, языки — это вообще, да, мир глобален. То есть, вы можете работать там с иностранными партнерами, вы можете преподавать по скайпу, по всему миру, например. Вы можете сделать свой сайт по обучению языкам. То есть, не надо смотреть вообще на свою преподавательскую деятельность очень узко, как определенные часы в школе. Педагог — это вообще self-made человек. И, естественно, потолок здесь будет весьма неограничен. К сожалению, я искала себе работу, и сейчас я ищу ее. Но репетитор, люди требуют, чтобы у меня был опыт работы, три года или пять лет. И также высшее образование. Я не могу в десятом классе зарабатывать. И также вы, опять же, конкретно, извините, не ответили на мой вопрос. Вы сказали, что есть множество профессий, а я вас спрашивала, какие профессии есть в области филологии. Именно область филологии, литературы, языки. Конечно, я понимаю, есть множество профессий, но я не обладаю большим опытом и знаний в области физики, в области математики. У меня именно область литературы, языков. Татьяна, вы на самом деле кейсы задаете всей аудитории, давайте его обсудим. Вот смотрите, все наблюдают сейчас ситуацию, что Татьяна нам вполне конкретно и карьерным консультантам задает вопросы. Но почему-то эта ситуация не разворачивается в какую-то положительную сторону. И я вам объясню сейчас почему. Дело в том, что карьера, прежде всего, это про характер. Про то, не какое образование вы выбрали, а про то, насколько вы взяли за себя ответственность, за свою собственную жизнь и за то, что с вами происходит. И вот я могу сказать, что Татьяна пока тот человек для меня, как для карьерного эксперта, который совсем не взял на себя ответственность. Она находится в позиции, где… Татьяна, вы находитесь в позиции, где нет, где отказ все-таки больше влияет на нее, чем история, где она пытается достигнуть то, что на самом деле она хочет. И мне кажется, что нет правильных ответов про вашу жизнь ни у кого, ни у нас, ни у ваших родителей, только у вас. Просто фокус в том, насколько вы ставите себе эти цели и насколько вы идете к ним, чтобы получить то, что вы хотите. И первая история, которую, в общем-то, мы должны пережить, когда мы перестаем быть абитуриентами, школьниками, становимся студентами, а затем из студентов превращаемся вообще в людей, которые свободным плаванием занимаются, это история про то, как пережить поражение. Это история про то, где нужно принять, что только ты сам переживаешь свое собственное поражение. Если ты получил не ту оценку, если ты выбрал не тот вуз, если ты не можешь найти, где тебе зарабатывать, и если ты зарабатываешь не столько, сколько тебе надо, то ты должен стать с дивана, дать себе хорошего пенделя и пойти получить в этой жизни то, на что ты на самом деле нацелен. И если вы не научитесь овладевать своим собственным характером, не научитесь давать себе пендели и перестанете говорить эту волшебную фразу «нет», «нет, потому что», «у меня этого нет, потому что», то ничего с вашей карьерой не произойдет хорошего. Татьяна, вам нужно эту фразу «нет» просто забывать. Надо говорить все время себе «да». Надо говорить «да», я хочу много зарабатывать, и не в 30, а в 25, или в 20, или в 18. Да, я сегодня для этого сделала вот это, это, это и вот это. Да, я прошла это собеседование, мне там ответили «нет», но «да», я пройду еще 100 собеседований, чтобы мне ответили «да». И вот это кино как раз очень классное есть с известным нашим комиком. Они там делают марафон «Скажи все время «да».» И там есть определенный, я забыла, как его фамилия, известный наш, сейчас вспомним. И там как раз цель этого фильма в том, чтобы показать, что если мы все время говорим «да» своей собственной жизни, своим желаниям и своей ответственности, у нас происходит достижение того результата, который нам нужен. Мне кажется, что вам нужно искать ответ не вовне, не опираться на людей, которые знают какую-то правду, а искать ответ внутри себя и разворачивать свой характер к тем победам, которые у вас есть. Потому что даже по той манере, в которой вы задаете вопросы, эта победа у вас есть, у вас есть эта энергия внутренняя, вы хотите эту победу получить, так вам нужно просто начать ее добиваться. Ходить по собеседованиям, искать эту работу и зарабатывать те деньги, на которые вы на самом деле рассчитываете. Потому что самое главное – сделать вот этот внутренний поворот. Потому что когда мы ждем, что кто-то нам расскажет, как нам добиться успеха, это не совсем правда. Это не совсем на самом деле так. Мы должны внутри сначала очень сильно начать эту победу осваивать, присваивать, добиваться этого. И тогда происходят чудеса, происходят истории, где нам кто-то помогает, происходят счастливые случайности, где появляется та работа, которая нам нужна, и происходит такое совершенно другое движение. Вот вы пока эту работу внутреннюю, по перевороту самой себя, вы пока ее не сделали, Татьяна. Вы абсолютно неправильно поняли мою позицию. И я воспринимаю это как оскорбление. Фильм, наверное, который вы имели в виду, называется «Всегда говорит да» с Джимом Керри. Но в итоге он потерял девушку. И девушка ему сказала, нужно все-таки говорить «нет». И я смотрела этот фильм, я вынесла определенные уроки для себя, но «Всегда говорит да» тоже не всегда относится к правильному пути. И я спрашивала, безусловно, я хожу по собеседованию. Я не прихожу на собеседование, не говорю, что вы можете мне предоставить, нет, меня это не устраивает. Я спрашивала, какие профессии, кем я смогу зарабатывать, в какой области. Безусловно, после 25 лет я буду работать. Я буду работать, возможно, на малооплачиваемом, возможно, на высокооплачиваемом работе. Но я спрашивала, кем. И вы никто не ответили на мой вопрос. Вы ответили, что есть множество профессий. Вы ответили, что нужно пытаться. Но я пытаюсь, вы же не знаете меня. Я спросила, кем, можете ли вы меня назвать? Редактор газет, редактор телевидения, учитель. Именно профессии. Конкретно. Так вы посмотрите, вы уже три назвали. Вот вы из трех не можете выбрать? Это же ваша судьба. Выбирайте. Я могу выбрать, но не факт, что меня возьмут. Есть ли гарантии, которые точно меня возьмут? Нет, гарантий нет. Я вам как раз и пытаюсь это объяснить, что только вы говорите своей судьбе, потому что гарантий никто не дает. И либо в этой своей судьбе говорите, да, моя судьба быть редактором или моя судьба быть учителем, и в ней побеждаете. Либо вы ходите и говорите, скажите, где мне зарабатывать мои большие деньги? Где мне стать счастливой? Кто я по профессии? И вот это как раз история, где вы на самом деле себе говорите нет. То есть получается, после всего этого разговора я должна сделать для себя вывод, что я правильно стояла на своей позиции. Поступать в филологический вуз, искать профессии и пытаться зарабатывать больше, чем я хочу. Еще больше, чем вы сейчас зарабатываете. Да, то есть фокус в том, что из нашего диалога самое главное есть смысл уловить, что право это вы, а не мы. Это вы как раз решаете, это вы как раз говорите, кем вы будете, и вы как раз принимаете ответственность за тот выбор, который вы делаете, и вы ставите себе цели, сколько вы хотите в этом зарабатывать, потому что внешняя реальность, она обладает огромным количеством возможностей, и что бы вы про себя не придумали, если вы будете прилагать к этому усилию, придет та самая победа, за которой вы так активно стремитесь, то есть у вас есть для этого энергия, и мы эту энергию вашу, вот в этом внутреннем порыве, вы ее проявляете. Поэтому вам не нужно опираться на чужое мнение, вам нужно опираться на себя и говорить себе, да, я думаю правильно, я чувствую правильно, мне моя интуиция подсказывает правильный вектор, и из того, что вы чувствуете, выжимать тот результат, который вам на самом деле нужен. И в этом смысле я могу как эксперт подтвердить, что кто-то в позиции, кто-то в профессии педагога зарабатывать будет мало, а такая, как вы, может в этой профессии зарабатывать много, потому что вы поставите себе цель зарабатывать много. Это большая разница, это внутри, в мышлении, во внутренней самооценке. Поэтому нужно прежде всего сказать себе да, своей вере в свою победу, потому что никто из нас, к сожалению, эту работу за вас сделать не сможет. Спасибо большое. Вопросы? Спасибо. Меня зовут Елена. У меня вопрос по карьере. Знаете, я только что пришла на вашу консультацию, хотела спросить. Здесь в описании указано, что вы можете помочь выбрать профессию на ближайшие пять лет. А если, допустим, так случилось, человек добился результатов, он хорошо работает, получил какую-то профессию, знания, навыки и так далее. Но через пять лет он понял, что почему-то так случилось по каким-то личным соображениям. Он решил, что его вдохновляет что-то совершенно отличное. И он стоит на таком вопросе, а что же будет дальше, что делать? У него есть бэкграунд в пять лет, но он хочет чего-то другого. Это нормально? И что вы посоветуете в этой ситуации? Да, это совершенно нормальная ситуация. Менять свои профессии и в 20, и в 25, и в 30, в 35, и в 55, и дальше. То есть это нормальная ситуация. Пока такой ответ. Хорошо, а как помочь человеку, начинающему специалисту или сейчас выпускнику вуза понять, что да, это нормально, но как помочь себе найти новую тропу профессиональную? Там очень много факторов выбора. Есть фактор способностей, моих психологических особенностей. Каким видом деятельности, скажем так, какие виды деятельности я больше буду успешен, способности, интересы. То есть это нужно много-много факторов, которые влияют на выбор профессии, проанализировать. Это можно сделать в одиночестве, но в одиночестве очень сложно сделать, потому что у нас есть слепые зоны, где мы что-то неправильно видим. И нужно об кого-то подумать, об карьерного коуча, консультанта, знакомого, друга. И тем самым по крохам конструировать новый вектор своей профессии. Я вас поняла. Может быть, я вам помогу, и вы сможете перевести некий пример какого-то известного человека, который добился больших достижений в разных отраслях. Например, как Билл Гейтс или кто-то еще из IT-сферы, чтобы был это реальный пример того, что это возможно. Из вашей практики. Можно обычного человека? В наемной карьере, да? Или Ричард Брэнсон, Илон Маск. Это те великие предприниматели, которые, скажем так, создают продукты в различных-различных сферах. Но это примеры управленцев. Это менеджмент. Это менеджеры. Это сильный управленец. Это менеджер, это предприниматель. Большое спасибо. Здравствуйте. Я поступила в высшую школу экономики на программу иностранных языков и межкультурной коммуникации. Язык привлекал всегда и, в принципе, дается легко, нравится, но связывать свою жизнь с преподаванием или с чистопереводом не хочется. Какие есть профессии? А в чем вопрос? Вы список профессий хотите от нас получить? Нет. На самом деле просто, когда начинаю задумываться о том, куда можно пойти, я понимаю, что есть профессии. Все профессии можно связать с языком и устроиться, в принципе. Но вот даже выбирать магистратуру, то есть очень широкий профиль, привлекают языки, но не гуманитарная сфера в целом. Например, больше техническая, но при этом с языками. Вот есть ли какие-то такие... Ну, здесь подобный вопрос уже сегодня звучали. Я бы советовала ориентироваться на собственные ценности и понять для себя внутри, что вам было бы важно в будущей профессии, составить для себя такой некий список и посмотреть, какие из профессий этому списку больше всего соответствуют. В рамках одного ответа невозможно ответить на ваш вопрос, к сожалению. Действительно, сегодня коллеги говорили, что список профессий ограничивается, наверное, только вашей фантазией. Вы можете даже, приходя на какую-то конкретную позицию в компании, затем в будущем, участвуя в разных проектах, создавать какие-то совершенно принципиально новые направления в работе. Поэтому подумайте сами, что бы вам хотелось. Хорошо, спасибо. Кто-то добавит? Следующий вопрос. У кого еще остались? Все обдумают предыдущие ответы, видимо. Хотелось бы задать такой вопрос. В этом году поступаю, буду сдавать общее сознание и профильную математику. Хотелось бы выбрать такую профессию, которая не была бы связана банально с каким-то бухгалтерами, экономистами. То есть больше, чтобы клон как-то был на математику. Что вы можете посоветовать? Если вам интересны технические направления, то тут, отвечая конкретно, это может быть какое-то инженерное направление, это может быть сфера информационных технологий. Вы сами чего хотите? Давайте конкретизируем, попробуем. Ну, понимаете, проблема в том, что я как бы сдаю общее сознание, это как бы не очень так технический предмет, но же хотелось бы, чтобы было больше математики в моем обучении. Ну, прекрасная действительно сфера информационных технологий, где вы можете выбрать различные направления для обстроения карьеры. Это может быть позиции, которые больше связаны с математикой, например, с моделированием, то есть это область программирования, да, дальше. Это могут быть области какие-то смежные, да, где в том числе и гуманитарные способности ваши будут востребованы, например, там, тема бизнес-анализа. Поэтому, ну, наверное, сфера информационных технологий в наибольшей степени покроет ваш запрос. Спасибо. У кого еще есть вопросы? Давай. Ну, я уже представлялся. Вот у меня вот тоже вот возникает вопрос, а может быть, один из вариантов событий, может быть, начать что-то делать самому, какие-то развивать продукты, если есть какие-то уже гипотезы по предпринимательству, стоит ли это начинать, ну, например, не имея высшего образования, но хотя бы просто попробовать для того, чтобы приобрести какой-то опыт? Знаете, это отличный вопрос. И, ну, в последнее время я очень много работаю со студенческой аудиторией и вижу, что действительно вот ребят вашего возраста отличает вот эта готовность зажигать новые идеи, да, зажигаться, хотеть что-то сделать самостоятельно, да, себя реализовать в собственном проекте. Грустно, с одной стороны, это здорово, да, но с другой стороны, грустно, что всего лишь единицы доводят это до конца. Тут, наверное, важно правильно рассчитать свои силы и еще в самом начале, да, когда вы проектируете свою бизнес-идею, понять, а что же вы хотите от нее получить, сколько ресурсов потребует реализация этой идеи, что вам будет для нее необходимо, и только тогда принимать решение, потому что все вот это очень здорово, там каворкинги, там нетворкинг, не знаю, всякие бизнес-разные тусовки, но, к сожалению, я за всем этим часто вижу людей, которые просто тусуются, реально ничего не делают. Мое глубокое убеждение, что нужно делать, да, нужно понимать, что ты конкретно, какие усилия вкладываешь в проект и для какого результата ты это делаешь. Я бы еще добавила, что я бы советовала не упираться только в одно направление, не выбирать или-или. Или я сейчас занимаюсь развитием своего проекта и вообще не занимаюсь обучением и не думаю про корпоративную карьеру, да, или я наоборот учусь, но буду работать через пять лет, а сейчас не трогайте меня, дайте мне поиграть в зоне PlayStation, да, и так далее. Пробуйте развиваться сразу в нескольких направлениях и вы увидите, какое направление вам больше нравится, куда душа лежит, где складывается и где у вас есть способности. Потому что просто фантазируя на тему того, а что у меня получится, реально ничего не получится, пока вы это не сделаете, пока вы не попробуете. Но идея действительно хорошая. И то, что касается какой-то предпринимательской деятельности, развития своего проекта. Вот, к сожалению, я наблюдаю у нас в России такое какое-то, я не знаю, убеждение, стереотип о том, что если человек пошел в предпринимательство и у него не получилось, он лузер. Он неудачник, он не справился и все, его теперь никогда никуда не возьмут, ни на какую работу, и вообще он ничего не смог, но я не знаю, остается только разочаровываться в себе, веки вечные. Но на самом деле это не так. Просто относитесь к этому как к опыту. Ну, неважно, получится или не получится, просто здорово, что если вы это попробуете, ну и не забывайте про остальные направления. Спасибо. Есть еще вопросы? Пока люди думают, я вот задам свой вопрос. Я вспомнила себя о студенчестве. У меня были склонности и к техническим, и к гуманитарным специальностям. В общем, проблема с золотой медалью. В итоге я пошла на факультет журналистики, чтобы иметь возможность в дальнейшем общаться с самыми разными людьми и писать про разные темы. И я прекрасно помню третий курс, когда вот начинается вот этот кризис сомнений, то есть ты по-другому уже видишь специальность. Ты где-то попробовал поработать, и понимаешь, что мир не такой прекрасен, и вообще журналистика – это адский труд. И вот что делать вот на третьем курсе вот в первом таком кризисе, то есть сразу брать академию, перепоступать, ехать за границу, пробовать работать. Вот что бы вы посоветовали, какие алгоритмы, какие вопросы себе задать? Я начну отвечать. Но то, что касается… Вообще, это может быть третий курс, такой же, но какой-то кризис сомнений происходит с людьми, когда они начинают работать. Вот эти кризисы по жизни, мы их проходим достаточно большое количество. Здесь нужно понять, вот как для себя, какие я нашла ответы. Во-первых, понять, что конкретно вызывает у меня такое сильное напряжение. Это может быть, что я, например, или человек столкнулся с какой-то сложностью, на которую у него уходит очень много сил, и это настолько его изматывает, что пройти дальше он просто не может, или он не знает как. Возможно, вот это вот отвращение к профессии, ой, я рассчитывала, что журналистика – это легко, здорово, это здесь поболтать, прийти написать. И это, я не знаю, лучи славы и успеха. А на самом деле это может быть не так. То есть здесь вот первый момент – понять, что конкретно напрягает, что конкретно вас заставляет менять. И исходя из этого уже, то есть найти корень проблемы, исходя из этого принимайте или иные решения. Попробовать поработать – это тоже как вариант. То есть одно дело, когда ты учишься, и ты слушаешь, как люди рассказывают о своем опыте, есть преподаватели, которые еще и работают параллельно, а есть ведь чисто теоретики, которые только преподают. Соответственно, важно получить свой личный опыт и какое-то свое мнение. И тогда те лекции, на которые вы ходите, вы будете уже воспринимать совсем по-другому. То есть вы уже пощупали, вы знаете, о чем идет речь, и где-то можете сказать свое мнение и вступить в какой-то диалог с преподавателем. Вот, наверное, такие вещи. Опять же, что еще я советую и что мне помогает? Во-первых, существует сейчас огромное количество вот таких мероприятий, ну, всяких разных, по отрасли в том числе, по журналистике, какие-то выставки и прочие конференции. Пробуйте ходить и общайтесь там с людьми, с людьми вашей профессии. Соответственно, позадавайте вопросы, сталкивались ли они вот с этими переживаниями и как они их прошли. Попробуйте их опыт интегрировать в свою жизнь, скажем так, да, или оценить его, по крайней мере. Смотрите на людей той профессии, которую вы выбрали. Есть такая штука, как профдеформация, да, и так или иначе, когда мы долго работаем в какой-то профессии, у нас начинают развиваться больше какие-то определенные черты характера, например, да, или какие-то качества. Вот смотрите на людей той профессии, которую вы выбираете. Вы хотите быть на них похожими? Они вам нравятся или нет? Вот это такие вот три таргета, наверное, которые я посоветовала. Спасибо. Кто-то добавит? А смотри, вот есть еще такой вопрос. Я думаю, дилемма очень близкая всем в зале. Не берут без опыта, но где же получить этот первый опыт? И при этом как-то мы видим, что все вокруг устраиваются, но опять смотрим вакансии, и там все вакансии требуют опыт. Вот можно реально как-то продать себе работодателю, через какие вопросы или вот на каком этапе, чтобы тебя студенты дневного отделения разрешили тебе там какой-то сокращенный график. Да, вопрос на самом деле очень актуальный, и я вот уже, в принципе, отвечала на него, наверное, в первой части. Ответьте, пожалуйста, в зале. А кто сейчас планирует, например, с первого курса найти работу? Всего два человека? Остальные не будут работать, просто будут учиться? А можно громче крикнуть? Я не знаю, как можно учиться и работать, да? Тем более, если ты хочешь нормально учиться. Ну, в принципе, нормальная позиция, я с ней согласна. А есть же летний период, можно же в летний период работать. Лучше подготовиться к следующим курсам, нежели и работать, и учиться. На самом деле будешь готовиться летом к следующему курсу? У меня какие-то большие сомнения об этом. Нет, ну, например, если я хочу, получается, с третьего-четвертого курса пойти на второе высшее образование, и мне так будет намного удобнее, нежели работать и учиться. Ну, я буду уже готовиться к следующему, к второму образованию. Ясно, ясно. Ну, на самом деле, компании делают много стажировок, и всегда есть возможность на сайте компании увидеть эти стажировки. То есть двери не закрыты. Просто надо много-много смотреть, изучать, исследовать стажировочные сайты, сайты компании и ходить на эти стажировки. Самый главный принцип – это пробовать. Чем больше будете пробовать, тем ближе подойдете к выбору своей профессии. А я бы еще добавила, наверное, здоровая такая наглость, целеустремленность и желание получить свое. Когда мне было 18, многие мои ровесники начинали, пробовали свою работу в сфере продаж. Кто-то начинал там консультантами работать. Но эту работу было просто получить. У меня появилось совершенно жгучее, неимоверное желание начать свою карьеру в HR. И я сожидала HR-директора одной очень крупной ритейловой компании на протяжении, наверное, двух недель, пока она уже не сдалась и не сказала, вот тебе оффер, выходи. Поэтому целеустремленность и желание. Я бы еще добавила, что не бойтесь волонтерского опыта. Очень многие ребята считают, что за любой их труд, за любое движение работодатель обязательно должен платить какие-то деньги. Но когда вы находитесь в той ситуации, что вы учитесь и у вас нет никакого опыта, ваша основная задача – этот опыт получить. Ваша основная задача – попробовать себя. И поверьте мне, работодатель любой, ваш наставник, ментор, он тратит огромное количество сил, знаний, времени для того, чтобы вам этот опыт помочь получить, для того, чтобы вас направить. И это определенная работа. А как получить опыт, если тебя без опыта никуда не возьмут? А вот я об этом и говорю сейчас. Я говорю о волонтерском опыте. То есть вы часто, ребята, хотят после вуза или во время обучения сразу зарабатывать какие-то серьезные деньги. Но если у вас нет опыта, вы компании не можете принести условно никакой добавленной стоимости. То есть первое время, когда вы приходите на работу без опыта, компания тратит большое количество усилий и денег, времени, своих ресурсов для того, чтобы вас научить, для того, чтобы потом через полгода или год, вы, в принципе, начали хоть какую-то пользу компании приносить. И это тоже нужно понимать. Соответственно, есть большое количество волонтерских проектов, в которые попасть гораздо проще, нежели сразу в штат какой-то компании, будь то крупная компания или небольшая компания. И, соответственно, вот мой вам совет, попробуйте участвовать в волонтерских проектах и не бойтесь их, потому что это поможет вам, во-первых, получить уникальный опыт, который вы обычно потратите много усилий для того, чтобы добиться этого в компании. Это первый момент. Во-вторых, там, опять же, есть определенная среда, есть ребята, которые новые, круг знакомств, которые в дальнейшем вам могут помочь, в том числе и в развитии своей карьеры. А как найти эти волонтерские проекты? Вот Вера как раз поднимает руку. У Веры есть волонтерский проект. У меня есть, да, суперклассный волонтерский проект для девушек. Это программа «Менторинг». Это гендерный проект. Можно найти его на сайте koreafowomen.ru. И если вы пришлете там заявку, то, соответственно, с вами свяжется руководитель нашей команды волонтеров. А можете еще раз в сайте сказать? koreafowomen.ru А вы подойдите ко мне. Я вам сейчас передам визитку после выступления. Я, соответственно, вам скажу этот сайт. Сейчас или потом? После выступления подойдите просто. Я вам дам визитку. У нас для мальчишек нет, к сожалению, волонтерства, а для девчонок, пожалуйста. У меня есть для мальчишек. И для мальчишек, и для девчонок. Но это для тех людей, которым интересно попробовать себя в рекрутинге и которым интересно найти технологии. У меня есть команда ребят, которых я обучаю искать IT-специалистов и общаться, соответственно, с ними. Поэтому, пожалуйста, ко мне тоже может подойти. Я свои контакты дам. Вопрос у вас, да? А где наша волшебная девочка с микрофоном? Здравствуйте. И раз уже речь зашла об опыте работы и все такое, Могли бы вы рассказать что-то о целевом направлении и насколько это выгодно идти? То есть, как я понимаю, это какой-то контракт с компанией или организацией, который предоставляет работу на определенное время после обучения. Что вы можете сказать по этому поводу? Можно еще раз вопрос погромче? Я не расслышала. Ну, мне интересно больше узнать про целевое направление. А вообще практикуют сейчас в вузах разве такое? Целевое направление практикуют? Я, например, знаю, что вот есть несколько вузов, которые сотрудничают с ТАС, да, известная компания, ТАРТАС, и там регулярно проходят стажировки. У них есть зимняя и летняя стажировка, и там у них есть целевое направление, то есть, есть определенное количество мест, которые они выделяют для вуза, чтобы потом трудоустроить своих журналистов. А у вас какой вуз, вы в какой вуз планируете поступать? Я еще не определил. Не знаете пока, да? Ну, действительно, есть такая практика, например, для журналистов действительно есть наши ведущие вузы, и с них можно в ТАСе, например, получить целевое направление. Но я могу сказать, что, во-первых, не все специальности, во-вторых, классные специальности, на них, конечно, существует большая конкуренция труда, и никто не даст свои рабочие места по целевым направлениям от вузов. Хотя, например, вот в Северстале я знаю такую практику, что они сотрудничают с крупными вузами, потому что у них большой дефицит специальностей, и они делают прям план подбора практически до 2026 года, и там есть и самые целевые направления, о которых вы говорите. То есть если вы закончите определенную специальность, которая Северсталь вас требует, то они как раз вас прямо с вуза, с третьего курса начнут уже привлекать на стажировки и начнут уже втягивать, и потом обеспечить вас рабочим местом, потому что у них этот дефицит есть внутри компании. Ну вот кого еще могу назвать? ТАСС, Северсталь, Свет? Я еще добавлю, действительно, производственные компании делают такие программы, также различные инженерные компании. Но тут очень важно понять для вас, как для абитуриента, который сейчас должен сделать этот выбор, какие есть юридические аспекты поступления на такое целевое направление. То есть как будет сформирован контракт, например, должны ли вы будете какое-то определенное количество времени отработать. Обычно это ограничивается от двух до пяти лет. И, внимание, вопрос. Вы сейчас готовы сделать этот выбор, чтобы выпустившись из вуза, пять лет отдать этой компании? Или в современном мире, столь быстро меняющемся, вы захотите, может быть, какую-то смежную профессию осваивать? Поэтому здесь вот есть такие риски. Подумайте и посмотрите на условия. Ну вот я вспомнила еще и техно-николь. Они тоже активно развивают отношения с рынком труда. Поэтому вот эти три компании исследуйте. У них на сайте есть объявление, либо вы можете написать в HR-отдел. Они вам подскажут, как называется эта программа и из каких вузов у них есть целевые направления. То есть они вам просто перечислят эти факультеты, и, соответственно, у вас появится полная информация о том. Техно-николь, Северсталь и ТАСС. А, кстати, еще вот хочу добавить. Мы сегодня говорили про стажировки различные. Также в качестве лайфхака советую посмотреть на учебные центры, которые компании открывают в рамках вузов. Это возможность, не ввязываясь в долгосрочную историю с целевым поступлением, во-первых, приобрести опыт, получить дополнительную информацию по новой профессии и, соответственно, познакомиться с специалистами, с которыми, возможно, вам придется в будущем вместе работать. Это отличные программы, очень активно в IT-секторе развиваются. То есть есть прямо целые кафедры, которые открывают компании на базе факультетов. Ты можешь кого-то привести в пример, кто вот сейчас? Ну да, компания Netcracker, например, на базе Fistech. Компания Competentum тоже в Fistech есть свои кафедры. Из ритейла компания Оби открывала свою кафедру. Насколько я знаю, там есть по формам просто отличия. Есть учебные центры, которые дают такую длительную подготовку. Это порядка 500 часов в год. То есть это как программа дополнительной квалификации с сертификатом или дипломом совместным компании и того вуза, который вы выбираете. Есть варианты краткосрочные. Кстати, тут вот был вопрос про бизнес-аналитика из тестировщика. У той же компании Netcracker, насколько я знаю, есть краткосрочные программы, двух-трехмесячные. Они, естественно, полностью бесплатные для поступающих. И, как правило, на входе, когда компании выбирают себе абитуриентов, оценивается мотивация, ваши какие-то минимальные знания технические. То есть я к тому, что поступить совершенно реально. Поэтому узнавайте. Такую информацию вы наверняка сможете получить в Центре развития карьеры, в том вузе, который вам интересен. Они рады всегда этой информацией делиться. Есть даже еще Центр развития молодежи. Это Московское правительство осуществляет эту работу. Находится на проспекте мира. И там как раз они поддерживают со всеми крупными корпоративными организациями сотрудничество. И там у них большой центр, отличное здание. Они проводят очень много мероприятий для школьников и для студентов. И как раз можно узнать о том, какие возможности и где эти самые стажировки существуют. Мне кажется, прям очень здорово. Нужно прям об этом узнать, вам рассмотреть. Есть информация в интернете. У них есть и группа ВКонтакте, и группа в Фейсбуке. То есть это все можно спокойно в Яндексе найти или в Гугле поискать. Центр занятости молодежи, проспект мира. Спасибо всем за вопросы. Я смотрю, что наше время потихонечку подходит к концу. В час мы заканчиваем нашу сессию. Если у кого-то остались вопросы, задавайте или попросите визитку в индивидуальном порядке. Спасибо. 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 Спасибо.